Небольшая царапина или укус животного может стать причиной серьезного заболевания. До сих пор лекарство от бешенства не найдено. Защитить здоровье поможет только вакцинация. Начинать курс лечения нужно сразу же после неудачной встречи с животным. Маму мою укусила собака соседская, и нам пришлось, например, собаку не повезли, и мы ставили все уколы, которые нам понадобились, потому что проверить, что это бешеное или не бешеное, у нас не получилось. На данный момент у нас применяется как иммуноглобулин, так и вакцина. Вакцина, 6 раз ставится вакцина, она по определенным дням 0, 3, 7, 14, 30, 90 день. То есть человек не каждый день ходит, как помните, раньше в живот получали по 40 уколов. Сейчас она 6 уколов, но по дням распределена. За 2018 год было 3645 обращений с укусами. 1750 это в городе Чите, а остальные пришли на районы края. Очень часто люди сами провоцируют агрессию у животных. Например, при встрече с бездомной собакой кинологи советуют сохранять спокойствие и уверенность. А вот размахивать руками, кричать, убегать или бросать в животное камни не стоит. Такие действия только ухудшат ситуацию. Соблюдать правила поведения необходимо и при общении с домашними питомцами. Раньше больше укусов было безнадзорными животными, теперь наоборот домашними животными, когда, если так шутко сказать, люди начинают воспитывать своих домашних питомцев. И более половины из домашних укусов это приходится на период алкогольного пьянения. Как оказалось, кусачами бывают не только собаки и кошки. На забайкальцев нападали суслики, хомячки и белки. Часто люди пытаются покормить пушистых красавиц с рук и вместо благодарности получают царапину или укус. В 2015 году был случай, из дома выгнали белочку. Она забежала в магазин и двое взрослых мужчин, трое взрослых женщин пытались ее поймать. Она всех поцарапала, покусала и всем пришлось потом назначать вакцинацию. Главными переносчиками бешенства обычно являются лисы, но наш регион стал исключением. В Забайкалье опасным заболеванием чаще болеют волки. Жители Читы рассказали нам свои истории про укусы животных. У нас был случай, мы в лагере на Арахлее находились, лагерь организовался. У нас парень барсука доставал, кинул в него тапком, ну и тот упал, притворился, то что видимо мертвый. Он пошел его брать за руку, он его укусил за палец. И вот у нас в лагере в Аргуне его госпитализировали, в Читу ездили и ставили прививки именно от бешенства. И он забинтован и ходил с пальцем. У нас дома три кота и две собаки. Они агрессивно видны? Нет. Все отлично, как бы, постоянно много животных. А вы знаете, что делать, если вас укусит живот? В больнице ехать. А собаку к ветеринару? После визита к врачу необходимо проследить за поведением животного. Если четвероногий друг внезапно стал агрессивным или начал бояться воды, следует показать его ветеринару. Даже привитые животные могут заразиться бешенством. Так что лучше всего не рисковать, а соблюдать обычные правила безопасности при общении с братьями нашими меньшими. Екатерина Петина, Светлана Тулунова, Максим Лобачев. Время новостей.